Надо чётко различать всю эмиграцию, которая была до Второй мировой войны, и та, которая началась после Второй мировой войны. Потому что до Второй мировой войны, действительно, процессы эти были, во-первых, ну, не такие уж и массовые, во-первых, а во-вторых, если рассматривать там XVIII, XVIII, XIX век, до начала XX века, то действительно, все были подданы, и переезд на другую страну, это, в общем-то, личное, можно так говорить, отъезд от... Ну, как предательство, короны, предательство монаха. Но, тем не менее, достаточно большое количество. Мы знаем, что большая волна была после революционных событий в Англии, это революция 1648 года, это Великая французская буржуазная революция 1789 года, это тоже достаточно большой отток населения. Это открытие колоний, нового света, началось перемещение людей, войны, которые велись, достаточно часто и длительный срок. Но, тем не менее, все равно эти потоки миграционные, они были не очень большие. А вот после Второй мировой войны начинается процесс, так называемой, глобализации. Вот так как переходит экономика в развитии стадии империализма, и начинается движение капиталов, начинается движение товаров, движение услуг и, естественно, движение рабочей силы. И вот эти потоки становятся более массовые. То есть юг перемещается на север, север перемещается на запад, огромное количество людей перемещается из стран Восточной Азии, в те же самые Соединенные Штаты, или пытаются, по крайней мере, перемещаться, не всегда это удается. Я чуть-чуть, потому что уже куда-то говорится, но не сейчас. Вот просто я хочу возвести вот эти вот исторические понятия, то, что миграция, она всегда была разной. И причины разные у людей, но она была всегда. Другое дело, какой был ее качественный состав и чем это заканчивалось. То есть кто-то создавал свой культурный мир, кто-то пытался влиться в то, что куда-то он приехал, то есть типа плавильного котла такого происходило. То есть это абсолютно разные процессы. И те, кто выезжал, например, из Китая, они никогда не хотели ассимилироваться с местным населением. То есть вы приезжаете в любой американский город, там сюда есть крупный, там сюда есть чайно-танк, и они чаще всего живут всю свою жизнь и не хотят, в общем-то, даже говорить на языке. Точно так же, как Брайтон, гнетущее впечатление производит, честно вам скажу, я там была безумно не понравилась. И совершенно другая вещь, например, российская и советская миграция в Европе. То есть это надо очень четко различать, все эти потоки, все причины и численность, конечно. Спасибо.